всем большой привет дорогие друзья и в этом видео я хотела бы вам поделиться с вами своим опытом и так я уже вам как-то записывала что я скажем так пытаюсь из интернета до потихонечку помаленечку переходить в живую и брать какие-то живые заказы живых людей скажем так а нам тут естественно помогут наши навыки до рисования и что я делаю я делаю меню вот у меня один из примеров которые я делала ранее и сейчас мне попросили с новый год это прошлогодние менюшки сделать новые и меня попросили изменить дизайн хотят что-нибудь с козликами так как это считается национальный парк да то есть это кафе находится в национальном парке я пока не очень поняла какой они хотят дизайн в этом году но хотят что-нибудь это вот логотип данного парка и я также еще приготовила других козликов и в этом видео я вам покажу как я собственно оформляю данное меню может быть это кому-нибудь будет тоже полезно конечно вам показывать буду больше технические моменты да то есть текст буду менять это уже работа с клиентом я думаю это уже надо а вот именно как я создаю саму обложку меню да то есть именно сам дизайн я вам покажу и так видите у меня тут находится сетка я вам просто покажу для того чтобы как удобно работать да это все в окне просмотр и есть у нас есть значит линейки быстрые направляющие и сетка для чего нужна эта сетка можно с ней работать можно без нее то есть в принципе это не так важно можно также ее на клавиатуре до . убирать включать вот еще вот размера вашей монтажной области ну то есть меняется скажем так диапазон данных клеточек вот у меня здесь формат а4 у меня достаточно большие здесь монтажные области но они в миллиметрах то есть в пунктах честно говоря даже не стану в общем вот так вот выглядит моя сетка далее видите у меня здесь несколько монтажных областей также монтажные области создаются вот так просто на растягивается если вам нужны какие-то конкретные параметры то вот здесь вот можно их настраивать также если допустим делить нажимаем да просто удаляем далее видно что момент она обрезанную по краям то есть у меня отдельно стоит текст а именно мой шаблон вот он закрепленный вот у меня отдельно шаблон отдельно текст поэтому сейчас наверное мы спрячем наш текст и посмотрим что мы можем сделать с нашим шаблоном то есть у меня текст на одном слой а шаблон на другом открываем там где у нас находится то есть у меня он состоит скажем так из нескольких слоев то есть у меня есть эти полупрозрачные напитки у меня есть место для текста то есть я высветляла там где место для текста ну и собственно сам дизайн и так так как работа с клиентом подразумевает что мы делаем даем на доработку снова потом переделываем что-то допустим понравилось не понравилось вот на данном этапе работы да я честно говоря не до конца понимаю какой именно дизайн хочет клиент также я не очень помню не поняла какой он хочет логотип поэтому сейчас я делаю абсолютно приблизительно приблизительно это значит мы сейчас просто что-то куда-то поставлю ну выберем какой нибудь фонд да более похожий на допустим вот да основной фонд у меня был градиентный видно что козелу метка бы из разной сетки серии но на данный момент и 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 гипотетически можно предположить и давайте даже откроем здесь у меня была большая виска виска и и виска и и и виска Допустим, да, просто как вариант для того, чтобы вести клиента Допустим, включим, да, хот-доги, надо или не надо И теперь давайте отредактируем вот эту часть Название у нас поменялось, да? Чуть сместим вниз Вот, допустим, мы сделали первый предварительный Это задняя часть, грубо говоря, это передняя, это задняя Мне не нравится то, что тут я сделала цвет Вот, вернем обратно в светлый Вот так вот Допустим, что-то переставляем И для первого варианта, да, отправляем именно, то есть, такой нейтральный вариант Чтобы и нам не очень много трудиться, но и чтобы понять, да, что именно вообще хочет видеть клиент Допустим, вот эту ветку сделать Вот, и если уже клиент нам скажет Мы хотим полностью абсолютно все новое, да, то есть, абсолютно все поменять Тогда уже и можно будет как-то все абсолютно переделывать Пока что это все Сейчас я накидаю еще какой-нибудь второй вариант И уже в следующем видео я вам покажу, то есть, что сказал клиент В какую сторону будем двигаться И как это все реализуется в жизни В данный момент это все Всем спасибо за внимание И Давайте, наверное, с вами Мне кажется, что Красивше, если все-таки будет он посередине Вы видите, красиво и когда вот это посередине И когда логотип посередине И когда логотип посередине Или можно даже, допустим, вот так вот Вот, тоже весьма мило получается И в следующем видео я вам уже покажу, что сказал клиент Всем спасибо за внимание И всем пока